У меня спрашивают, а какие примеры вы знаете, когда можно мирно сменить режим? Армения, несколько лет назад, Грузия, Украина в 2004 году, на улицы Киева вышло 2 миллиона человек, половина города. И еще что важно, вы конечно сейчас некоторые критики скажут, те которые не хотят ничего делать, только вот ищут аргументы, чтобы оправдать свое бездействие. Они скажут, наверное, что вот Минске вышло 200 тысяч человек, это 10% населения и ничего не смогли добиться. Я по этому поводу много раз говорю, что нужно не просто выходить, нужно организованно выходить. Для того, чтобы организованно выходить, должна быть организация, которая координирует деятельность граждан, те протесты, которые формируются в том или ином городе. В этой связи я хочу сказать, что такая организация есть, это политическая организация, демократические выборы Казахстана, которые Европейский парламент признал мирной политической оппозиционной организацией, а режим, боясь нас, боясь наших программ, боясь поддержки со стороны населения, она при этом присутствует, конечно же, потому что все наши митинги немедленно блокируются. Они боятся нас, а если бы не боялись, то дали бы возможность людям выразить открытый протест. А чего они боятся? Потому что знают, что в ДВК есть профессиональные кадры, ДВК дает ясный путь развития страны, и ДВК действительно имеет поддержку среди народа, именно поэтому нас объявили экстремистские организации. Итак, мы знаем, что у нашей страны есть политическая организация, которая может координировать и объединять наших граждан. Как объединять? Ячейки. Почему ячейки? Потому что этот режим преследует неугодных. Вы знаете, что сейчас идут суды над нашими активистами. Прокурор сегодня запросил для лидеров до 5 лет, для некоторых от 1 до 2 лет тюрьмы, кого-то ограничения в свободе. Почему они это делают? Дело 13 активистов. Потому что они понимают, что они вдохновляют, они не боятся этого режима, ведут за собой людей, показывают, что нужно делать и как нужно делать, что не нужно бояться этого режима. Поэтому, понимая, что власть преследует людей, мы предлагаем организоваться в ячейки. Я все время об этом говорил, но, к сожалению, многие не осознают, что только организованными действиями мы можем добиться смены этого режима. А именно, необходимо объединиться 5 человек в одну ячейку. Вы должны найти своих доверенных людей, не вовлекать посторонних, чужих, незнакомых, только тех, кому вы доверяете. Затем выйти на штаб ДВК, выйти на прямой контакт со мной, и мы начнем с вами активные действия. Кто-то мне говорит, хватит болтать, давайте действовать. Вы хотите, чтобы Мухтар Аблязов поделился на 200 тысяч частей и вывел 200 тысяч Мухтаров Аблязов на митинг? Так не будет, уважаемые друзья.